Меня зовут Харьковский Сергей Леонидович, работаю в ГДН, МГПУ, ГП-4, слесарем КИП 6-го разряда. После школы закончил училище, ПТУ, слесаря КИП, после армии устроился в КС-0, Тюмень-Трансгаз. 6 лет от работы перешел сюда, на ГП-4, на ГП-4 уже 23 года, с 2000 года работаю. Профессия интересная, если честно говоря, много всяких нюансов. Бывает, что руками работаешь, но в основном мозгами. Буры у нас большое количество, если только взять манометры, 300 штук, термометры, манометры, датчики давления, также у нас что-то еще, сигнализация пожарная, сигнализация загазована, систему, краны также обслуживают. Сергея Леонидовича знаю с 2008 года, я сюда пришел, перевелся с ГП-5, сработались мы с ним очень быстро, у нас ГП идентичные, в том числе даже по ДКС. В общем, мы друг друга понимали сразу. Наставник, он, конечно, отличный, он работает по шестому разряду на данный момент. Ну и, естественно, все, кто, ну, остальные экиповцы, кто были, они под его наставничеством и работали. Хочется, чтобы у тебя был нормальный напарник, учил, но они как-то бывают, что за спиной стоит и просто смотрят на тебя, а ты делаешь все тоже как будто. Да и хочется, чтобы человек тоже вырос, не будет же он постоянно за спиной ходить. Я так понимаю, что человек, когда приходит, устраивается, он хочет чего-то достичь. Как я тоже хотел достичь, спрашивал, ходил, так же учили. Профессию пришел, как бы еще определился со школы, скорее всего, что буду следственным Кипиан, нравилось более электричество и все остальное приборы. В 2018 году пришел в «Газпром-глобычу на дым», поделал кадров устраиваться. Ну, взяли меня сюда на работу, попал на цех номер 4. Ну и работаю с Сергей Леонидовичем уже 5 лет. Сразу мы как бы уже с ним сработались, нашли общий язык. Кто он будет наставником, это очень сильно важно. Ну, как бы, если человек не может тебе рассказать, если сам этого не умеет, не знает, и так как бы, ну, чему он может научить? Мне, можно сказать, что повезло. И оставляешь так, чтобы сначала подумал, потом делал. Вот учишь это, в принципе. А так все, ну, руками пробуют уже сами. Один раз посмотрел, уже делаю так, чтобы второй раз уже сам собирал. Не я, а так просто смотришь. Одному тоже много не сделать. А если ты человека выучил, он делает с тобой, уже может пойти сам сделать. И ты даже за ним уже смотреть не будешь. Это же уже какой-то, как сказать, кайф. Самое важное в нашем профессии, это знать технологический процесс, знать все приборы, которые у нас используются на промысле. Ну и знать принцип их действия и работы. Человек отработал на одном промысле 23 года. Я думаю, есть чего ему поучиться. Он все тут знает. Бывают и строгие, бывают и добрые. Он очень вредный человек. Но работать с ним комфортно. Шутка. У нас недопониманий нету. То есть разногласий тоже нету. Если где-то они есть, то каждый свою точку зрения рассказывает. И делаем либо как правильно, либо как, если оба варианта правильно, то, как удобней, как лучше, как полезней. В нашем случае результат это что? Чтобы работала автоматика и пожарная сигнализация, и системы контроля загазованности. При срабатывании происходят определенные алгоритмы. То есть это нужно, чтобы все это работало. Продолжение следует...